Друзья, привет! Сегодняшний выпуск будет посвящен программе тренировок с железом, которой я буду придерживаться в ближайшие 8 недель. Я уже рассказывал вам о том, что я в течение 6-7 месяцев не тренировался с железками, а тренировался лишь с весом тела, и сейчас меняю и программу питания, и перехожу на новую программу тренировок, которой решил с вами поделиться. Вы очень часто просите давать вам не отдельные упражнения и не рассказывать об отдельных группах мышц, а рассказать программу целиком. Сегодня вы это и получите. Также мы с вами сегодня разыграем, точнее потянем жребий на предмет того, кто станет победителем и выиграет спортивное питание за те видео с тренировками уличными или с комплексами упражнений на улице, которые вы прислали. Ребят, видео просто великолепные. Большинство из них, по крайней мере. Я очень благодарен вам за то, что вы так живо и с энтузиазмом отреагировали на мой призыв. Это произойдет, то есть этот розыгрыш произойдет после того, как я покажу вам набор упражнений. Программа, которую я вам покажу, нацелена на то, чтобы оживить мускулатуру, поднабрать мышечной массы, и я считаю, что на 8 недель она подойдет подавляющему большинству из вас в действительности, потому что она вполне реалистичная и рабочая. Так что присоединяйтесь, смотрите эти упражнения, используйте это в собственной практике. Поехали! Итак, эта программа, это двойной сплит. Первую тренировку я тренирую спину, грудь и плечи. Во вторую тренировку ноги и руки. В первой тренировке я начинаю с выполнения жимов гантели на наклонной скамье. Второе упражнение – разводки. В одной из тренировок я делаю по 6-8 повторов в подходе. Но в следующий раз, когда опять я буду тренировать грудь, спину, плечи, я уже буду делать 12-15 повторов в подходе. И таким образом я каждый последующий раз чередую низкое или среднее и высокое количество повторов. Для груди и в жиме гантелей, и в разводках я сделаю 4-5 подходов. Спину я начинаю с тяги блока сидя и делаю 4-5 подходов по 6-8 повторов. После этого перехожу к подтягиваниям с отягощением и стараюсь сделать 6-8 повторов. Даже если в последующих подходах мне уже не удается сделать 6-8, я не снижаю вес, а продолжаю хотя бы частичными повторами стараться дотянуть до 6-ти. Итак, 4-5 подходов в подтягиваниях с отягощением по 6-8 повторов. Следующие – плечи. Начинаю я с жима гантелей сидя. Я не использую вертикальную скамью. Всегда ставлю на небольшой угол, потому что мне просто удобнее это делать с точки зрения плечевого сустава. 4-5 подходов по 6-8 повторов. Второе упражнение несколько необычное. Это своего рода тяга гантелей перед собой, но выполняемая по одной руке поочередно. То есть я делаю 6-8 повторов одной рукой, 6-8 повторов другой рукой. Тут же перебрасываю в первую и делаю 6 повторов одной, перебрасываю в другую, делаю 6 повторов другой. И таким образом я делаю 3-4 переброса из руки в руку. Естественно, количество повторов снижается, но ориентиром для меня является то количество повторов, которое я сделал в самом первом подходе. И если на этой тренировке я ориентируюсь на 6-8, то на следующей тренировке плеч я буду ориентироваться на 12-15. В остальном все остается точно так же. Итак, один подход состоит из нескольких перебросов из руки в руку. Таких я сделаю 3 подхода. На этом завершается день 1. День 2 происходит на следующий же день. То есть по этой программе я тренируюсь 6 дней в неделю, чередуя день 1 и день 2. Потом наступает один единственный день отдыха. День 2 начинается с тренировки рук. Начинаю я с бицепсов. Я выполняю поочередное сгибание рук с гантелями, сидя на наклонной скамье. Одно из моих любимых упражнений. И опять же сегодня я ориентируюсь на 6-8 повторов в подходе. Второе упражнение – это поочередное сгибание рук с гантелями стоя. Еще одно любимое упражнение для бицепсов. Очень комфортное и очень концентрированное. То есть оно позволяет фокусировать внимание на работающей мышце. По крайней мере мне. Также 6-8 повторов на каждую руку. В каждом упражнении и в первом и во втором я делаю 4-5 подходов. После этого я перехожу к тренировке трицепсов. Первое упражнение для трицепсов – это классический французский жим лёда. Я выполняю его с изогнутой штангой. Здесь я настаиваю на идеальной технике. По крайней мере, себя принуждаю двигаться по четко заданной траектории. Именно это упражнение доставляет мне особое удовольствие, если мне удается выполнять его с идеальной техникой. То есть я останавливаюсь на мгновение в точке касания лба и далее стараюсь по прямой линии ввести штангу вверх. То есть как будто вдоль воображаемой направляющей. 6-8 повторов в подходе. 5-6 подходов в данном случае. Не 4-5, а 5-6. Второе упражнение для трицепсов – это французский жим с гантелью, сидя на вертикальной скамье. Но в этом конкретном зале скамья слишком высокая, поэтому мне приходится её наклонить. Здесь точно так же нужно максимально растянуть трицепсы в нижней точке и в верхней точке, не защёлкивая локти, почувствовать пиковое сокращение. Сделать нужно 6-8 повторов в 4-5 подходах. После этого я перехожу к тренировке ног и начинаю я тренировку с выпадов, со штангой на плечах, причём с выпадов шагами. Мне кажется, что это одно из самых эффективных упражнений для ног, хотя его, конечно, не сравнить с приседом, но зато по функциональности, по тому, что оно готовит ноги ко всевозможным реальным нагрузкам, ко всевозможным видам спорта подвижным, равных этому упражнению практически нет. Я стараюсь делать 12-16 шагов, то есть по 6-8 повторов на каждую ногу в 4-5 подходах. В первый день, в следующий день, когда я буду тренировать ноги, повторы будут выше, но не 12-15, а 15-20. Ноги лучше отзываются на более высокие повторы. Второе упражнение – жим ногами. Классический жим ногами. Я опускаюсь чуть ниже прямого угла в нижней точке. В верхней точке оставляю колени слегка согнутыми и сделаю 5 подходов по 6-8 повторов. На этом завершается день 2. Пресс и икры я пока не тренирую. В течение 8 недель я буду фокусироваться на других целях и задачах. Пресс и икры придут несколько позже. Итак, ребят, эта программа 6-дневная, двойной сплит. То есть каждую мышцу вы прорабатываете 3 раза в неделю. Эффект этой программы вы сможете почувствовать, только применив ее на практике. Питание, которого я буду придерживаться в течение этих 8 недель, я разбираю в блоге о питании. Так что обязательно посмотрите. И, возможно, вы из солидарности со мной подключитесь именно к этой комплексной программе и тренировок, и питания. И потом мы с вами обсудим результаты. Вы поделитесь своими в комментариях. Я вам расскажу о своих через пару месяцев. Ну а теперь переходим к розыгрышу. Итак, ребят, самое интересное. Сейчас будем тянуть жеребий из фамилии всех тех, кто прислал видео с своими тренировками на улице. С своими комплексами программ. Во-первых, спасибо вам. Порядка 40 видео. Мне приятно, что вы тренируетесь. Я вижу знакомые упражнения в ваших программах. Подавляющее большинство ваших программ очень крутые. Ребят, действительно, большинство. Есть несколько так себе, но я решил, что все-таки стоит тянуть жеребий из всех. Не выбирать 10, потому что критерий до конца не ясен. Хороших видео явно больше 10. В этом контейнере находятся ваши фамилии. Давайте я вам покажу. Ну, тут можно, я не знаю, сможете ли вы разглядеть. Можно увидеть. Попереворачиваю. В общем, я нарезал просто все ваши фамилии. Ну так, может кто-то узнает свою фамилию. В общем, здесь фамилии всех тех, кто прислал видео до дедлайна. До дедлайна. Выиграть вы сможете набор спортивного питания, о котором я уже говорил. Предоставленный российской компанией Академия Т. Это геймер, протеин и аминокислоты. Получит один человек, которого я и вытяну. Похоже на спорт лото. Вы, наверное, и не знаете, что такое спорт лото. Большинство из вас, по крайней мере. Была такая программа. Итак, спортивное питание достается. Тато Скарамян. Тато Скарамян. Я поздравляю вас. Все остальные, кто... Все остальные не получают призы, но зато получают мои слова благодарности, ребят. Конкурсы еще будут. Мы еще не раз с вами разыграем что-нибудь и посоревнуемся. Главное, любовь к спорту и наше единение. Мне кажется, это главный приз. А все эти подарки... Еще немало будет подарков. Спасибо вам огромное. Еще, друзья, не так давно я принял участие в проекте «Лучший на кухне». Но не в качестве участника, а в качестве члена жюри, что не менее удивительно. Я вообще-то удивился, конечно, что меня пригласили на быть судьей кулинарного поединка. То есть я не знаю, насколько это шоу кулинарное именно, но я не кулинар. Я делаю просто элементарные вещи. Яичницу какую-нибудь, индейку пожарить. И я все равно как-то вовлекаюсь в этот процесс. И, видимо, зрителю это интересно. Я убежден, что участники будут в стрессе. В стрессе люди склонны к ошибкам. Я постарался со спортивной точки зрения оценить, по словам организаторов, лучших блогеров страны в сфере кулинарии. Там серия выпусков, и они сражаются на кухне за звание «Лучший на кухне», естественно. Чтобы принять участие в голосовании и посмотреть на это действие, оно довольно любопытное, переходите по ссылке под видео. Ну а мы с вами увидимся на следующих тренировках. Друзья, еще раз спасибо вам, что приняли участие в конкурсе и прислали ваше видео. Я бесконечно ценю вашу активность. Спасибо, ребят. Пока.